Всем привет! Это Таня Пустанцев. Вот я сижу сейчас в этой розовой футболочке, друзья, и у меня такие флешбеки еще примерно год назад. В этой футболочке мы снимали один из крайних выпусков с Анной Щербаковой, балериной, педагогом и тренером по пилатесу. Привет, Аня. Привет, Таня. Очень рада тебя видеть, встретиться уже в новом качестве. Прошел почти целый год. Ты уже стала мамой, а я вышла на пенсию. Представляете, сколько всего случилось. Время летит незаметно. Я хотела как раз сказать, что тогда я была с животом и натягивала эту футболку на живот, а вот уже не натягиваю. Но как раз сегодня очень хотела давно сделать этот выпуск, но все не складывалось, про то, как восстанавливаться после рождения ребенка. Потому что одно дело у нас с Аней были выпуски о том, как заниматься во время беременности, если есть возможность и разрешение от врача. А также был курс, он есть до сих пор для беременных 2-3 триместра, об этом чуть позже расскажем. Но о том, как восстанавливаться, многие почему-то как-то не думают. Ну как, знаете, я рожу, а что будет дальше, тоже не думаю. Я как бы не думала об этом. Ну там не до себя после родов, да, все. Малыша особенно, если это не первые роды, то мама вообще забывает про себя, к сожалению. Вот, а это очень важно, и я думаю, что все, кто у мамы, меня поймут, поставьте плюсики. И, конечно, очень много вопросов к Ане. Мне хотелось прям сразу после родов, на самом деле, звонить, говорить, потому что, во-первых, было кестерез учения, это отдельная история. Во-вторых, конечно, нам всем хочется быстрее восстановить себя, восстановить свою форму, как фигуру, так и вообще состояние. Потому что до сих пор, у меня уже вот 10 с половиной месяцев прошло, и до сих пор еще какие-то ощущения в животе. Вот только недавно я стала чувствовать какой-то там пресс, какие-то внутренние мышцы. И то, прямо еще, конечно, до того, как было далеко, вот очень много вопросов. Ну не знаю, даже у меня такая каша, как всегда в голове. Начнем с того, давай, что вообще расскажи, наверное, о том, естественные роды. Кесарева, когда можно начинать что-то делать? После естественных родов мы начинаем после заключения врача при хорошем самочувствии. Если это были не осложненные роды, то есть не было у нас никаких разрывов, наложения швов, то мы можем через 3-4 недели начинать уже заниматься. Какие-то упражнения уже можно начинать делать прямо в роддоме, возвращать тазово-диафрагмальный ритм, например, дыханием работать. Если это кесарев в сечении, то это уже совершенно другая история. Также эпизиотомия, разрывы, если есть какие-то швы, то это примерно 6-8 недель. И тоже, если это не осложненные были роды. И с чего начинать-то, наверное? Долго. Мы сразу расскажем, что Аня очень готовилась, мы с ней вели переговоры по поводу того, как сделать эти выпуски. И вот как раз мне нравится подход, что человек очень ответственный. Она не хотела просто давать упражнения всем, на всех. Знаете, вот в соцсетях сейчас много такого, это там 3 упражнения помогут после родов втянуть живот. И я все время говорю, ну да, классно. А на самом деле, вот Аня говорит, что очень много нюансов. И я, говорит, не могу не рассказать их. Вот поэтому сейчас немножко теории, но практика обязательно будет. Поэтому не выключайте выпуск, если вам дорого ваше здоровье. Правильно? Да. Я просто на собственном примере надела очень много ошибок. Те же самые ошибки наделали мои коллеги, которые очень быстро вернулись в свою профессию. Да, я через 4 месяца после Кесарева, осложненного, уже поехала на гастроли в Германию. Вот. Поэтому сейчас, у меня уже ребенку скоро 5 лет, и я до сих пор восстанавливаю все последствия. И когда я проходила обучение по восстановлению, я просто сидела и плакала, потому что понимала, что я столько натворила дел, мне очень хочется помочь всем, успеть помочь, всем, кто еще не дошел до этой криминальной такой точки. И мы сегодня, в первую очередь, поговорим о Кесареве. Мы проверим диастаз, да, поработаем со швом, если он у вас был. Потому что, если это естественные роды, то там, в принципе, ничего сложного нет. Да, там будет все понятно. Упражнения тоже я буду показывать, но это уже в следующем выпуске. Вот. Сейчас я бы хотела проверить сначала наличие диастаза у Тани. Наличие. Мы ложимся на спину, сгибаем ноги в коленях и руки убираем за голову в замок. Если вы это делаете самостоятельно, то можно оставить одну руку, а второй мы пальцами будем исследовать область пупка. Выше и ниже. Можно, извините, я чуть-чуть подразделю. Угу. И мы пальцы будем погружать в область пупка и будем... Уже чуть прикладно. И вставать, да? Да. И голову слегка сгибаем вперед. Угу. Так. Хорошо. И мы начинаем с вами идти вверх от пупка. Да. То есть у нас диастаз может быть вплоть до мечевидного отростка и до лобковой кости и вниз. Угу. Ну вот я здесь вижу, есть у нас такой, погружается палец, но я встречаю там такое легкое сопротивление. То есть есть такая тоненькая как бы стеночка. Угу. То есть белая линия живота у нас разволокнилась. Там нет такого конкретного диастаза. Если палец провалился туда, то это уже диастаз. Хочу попробовать сама, чтобы поднять. А, да, я чувствую. Вот в области пупка. То есть если у вас только кожа встречает сопротивление, а палец уходит, это диастаз. Если все-таки есть какое-то небольшое сопротивление, но оно меньше, чем в обычных тканях, то это разволокнение. Если мы при нем начинаем качать пресс, да, еще с большими рычагами, поднимаем прямые ноги, опускаем, то мы потом получим такой хороший диастаз и уже будет сложно с этим бороться. Если у нас диастаз, то мы вообще не делаем никаких скручиваний, ни боковых, ни вперед, ни назад, не стоим в планках, не разгибаемся, потому что когда мы разгибаемся, у нас должна удлиниться, удлиняться мышца живота. Да, а при диастазе они не удлиняются, они просто растягиваются и рвутся, поэтому... Я вообще думаю, что я успела натворить уже. А вот когда такое расхождение, то же самое, да? Это не то же самое, это лучшее. Но все равно лучшее. Да, но пресс мы не качаем пока. Я уже, конечно, качала. Мы будем собирать сначала весь живот, собирать костные структуры, потому что я расскажу, что у нас произошло во время беременности. Когда мы соберем вот этот фундамент, потому что, чтобы построить хороший красивый дом, нам нужен фундамент. Поэтому нам нужно сначала все собрать на место, а потом мы уже можем продолжать там качать, поджаривать свой пресс. Потому что у нас беременность длится 9 месяцев, а мы такие очень странные женщины со здания. Через две недели мы хотим уже вернуться в свою дородовую форму. Есть, конечно, такие девушки, которые уже из роддома выходят с плоскими животами. Но даже если у вас сократилась матка, органы вернулись на свои места, но связки-то внутри перерастянутые, если мы начинаем качать пресс, то у нас повышается внутрибрышное давление, которое будет выдавливать наши органы вниз, да, и мы получим дисфункцию тазового дна. Какие признаки у нас дисфункции тазового дна? Это недержание при кашле, чихании или если вы прыгаете, да, я вот знаю, что у меня много коллег мне писало, кого эти проблемы. Попадание воздуха при перевернутых позах во влагалище, да, геморрой, варикозное расширение вен, боли при половом акте. В общем, там очень большой букет и с этим очень важно работать. И сейчас я бы хочу рассказать, что происходило у нас во время беременности за 9 месяцев. Когда у нас матка начинает расти, она уходит за пределы лобковой кости, она укрепится у нас к крестцу и начинает утягивать его за собой, и таз у нас уходит в передний наклон. И, соответственно, поясница у нас начинает сильнее прогибаться. У нас мы имеем гиперлордоз, который как раз с Таней работали на курсе по беременному. Бедра начинают заворачиваться внутрь бедренные кости и немного уходят назад. Соответственно, передняя поверхность бедра у нас сокращается, а задняя, наоборот, удлиняется. За ними идут голени внутрь и стопы, это только ноги. Поэтому, если вы замечали, беременные у нас, особенно на последних сроках, ходят как уточки, такие как пингвины. Это именно от того, что наши бедренные кости не могут ротироваться наружу, то есть разворачиваться, они у нас завернуты. То есть преобладают ротаторы глубокие внутрь. Грудная клетка, у нас раскрываются ребра. Многие замечают после родов, что грудная клетка расширилась. Хочется узкую талию, а тут как бы не то. Да, горлые дуги разошлись, и грудина может тоже идти вверх. Нам очень важно вернуть обратно грудную клетку на место, иначе наши глубокие мышцы живота включаться не будут, они не будут функциональными. То же самое происходит с плечевыми у нас суставами. У нас грудь стремительно растет, наши мышцы в напряжении находятся, и плечевая кость, она вот закручивается у нас внутрь, тоже внутренние ротаторы преобладают. Плюс из-за этого у нас теряется немного амплитуда вообще в руках. Вот, поэтому нам нужно будет вернуть нашу осанку, вернуть наши плечи на место. Лопатка тоже под конец беременности у нас улетает вверх, это будет влиять на лестничные мышцы, то есть у нас шея может болеть, да, и голова смещается вперед. Плюс вырабатывается релаксин, который размягчает связки, да, все такое рыхлое, и он еще продолжает вырабатываться целый месяц после родов. И если мы начинаем носить ребенка, особенно любим на одной руке какой-то любимой, да, то это все у нас может еще и закрутиться все толще, и если мы не работаем дальше с этим, то мы просто закостенеем в таком вот сутулом состоянии еще и скрученные. Поэтому вот в первый месяц в идеале бы показать женщину или остеопату, или самим как-то начать работать, потому что и таз может сойтись неравномерно, то есть асимметрично, да, вот он до полугода сходится у нас тазовой кости, и желательно какой-то можно корсет затягивать, либо вот сходить к врачу, чтобы он поправил сразу кости, пока все еще мягко. Даже когда было кесарево, все равно таз расходится? Ну, у всех, да, готовится, да, таз, всю беременность, начинает растягиваться тазовое дно, особенно задняя его апертура, она растягивается. Плюс бедра то, что они завернулись, соответственно, сзади таз расходится. Ну, хорошо, ну, наверное, конечно, работы много, но мы сегодня начнем с основного, с начала, да? Да, мы будем собирать, мы начнем с дыхания, нам нужно восстановить тазово-диафрагмальный ритм, чтобы наши органы двигались, скользили. И еще очень важный момент, если у нас кесарево, у нас есть шов, да, и с этим швом очень важно работать, и начинать можно прямо через две недели. Да, пока он еще мягкий, потому что он становится уже прям таким конкретно жестким через год-полтора. О, я еще не опоздала. Да. Вот, а в начале, пока сейчас спайки, они достаточно мягкие, вот легко их убрать, потому что спайки могут слеплять у нас органы и, допустим, матку с мочевым пузырем, или с прямой кишкой, или с внутренними какими-то органами. Поэтому нужно улучшить там скольжение. Даже если прошло уже больше десяти лет, но вы не восстанавливали себя правильно и грамотно, да, не собирали все это изнутри, то вы всегда начинаете вот с этого первого этапа, с этой базы, да, наш фундамент. И мы, что в первую очередь с вами, если это кесарево, мы работаем сначала со швом, затем мы восстанавливаем тазово-диафрагмальный ритм, потому что диафрагма при беременности у нас как бы застыла на вдохе, да, ребра раскрылись. Мы возвращаем грудную клетку на место, выстраиваем осанку, балансируем ротаторы внутренне с внешними у плечевых суставов и у тазобедренных, потому что у нас были несбалансированы мышцы, и, соответственно, головка бедренной кости была не дома, она сместилась. Нам нужно ее вернуть, иначе мы будем очень много тратить сил ненужных и энергии. Мы работаем с позвоночником, то есть нам нужно вернуть мобильность во всех плоскостях, да, потому что грудная клетка была закручена, лордоз, все это нам нужно обратно выстроить. Вот. И, собственно, наверное, все. Я могу сказать, кстати, что я начинала как раз потихоньку заниматься по нашему видео, когда я была беременная. По тому курсу у нас с Аней есть курс для беременных, для второго и третьего триместра. Кому интересно, приходите в описании, там все рассказано. Честно могу рекомендовать, потому что, ну, только по разрешению врача обязательно вашего, вот, но это действительно помогало хоть какое-то сохранить ощущение в теле подвижности, на последних сроках особенно было, когда тяжело. И тоже долго я думала вот по поводу того, что мне это дало. И, ну, не знаю, мне кажется, все равно мне ноги писали, я когда выходила из роддома, я так открываю дверь, там все так смешно, я думала, что она трудно открывается, а она легко. И я как будто с ноги выхожу и иду такая. Мне стали писать, что ой, как вы легко выходите из роддома там, а я выползала, например. У каждого очень все индивидуально, но все равно вот эта подготовка, какое-то знание, как себя вот тоже беречь, там дышать, я пыталась что-то дышать, это, конечно, важно. Поэтому если у вас еще, вы еще в положении или у вас кто-то есть, кто еще в положении, можете порекомендовать им, действительно, очень, как раз во время беременности вы поймете, о чем мы говорим, и потом после родов вам уже будет проще, наверное, это восстанавливать, потому что это тоже такая база, там очень, мне кажется, базово разжеваны многие вещи, про диафрагму, про то, что у нас заворачивается, все, мы пытались это немножко удержать в правильном положении, облегчают, могу сказать, по себе, многие неприятные ощущения, дискомфорт и боли в пояснице, там, когда невозможно уже, это мне очень помогали. Вот я дома занималась уже, и чтоб не сойти с ума, когда тебе уже нечего делать, ты такой думаешь, блин, когда уже, когда? Действительно, вот, очень рекомендую. Ладно, все, это было энергическое сцепление. Да, что мы делаем со швом, да, если у вас есть? Ложиться, да? Да, можешь ложиться. Я не буду, у меня очень низкий шов, я не буду опускать. Я просто примерно показываю, да, мы смещаем ткани, то есть у нас шов посерединке, и мы начинаем смещать в разных направлениях, да, вот так проходится. А, я поняла, как будто противодействует. Да, да, в разных направлениях, туда-сюда. Не сильно нажимая, такое чисто кожу, да? Да, чтоб не было прям неприятно, до тошноты такого состояния должно. И также в другом направлении, вверх-вниз. Да, есть, бывают скребки вот эти для лица, там, массажных пугашек. Да, конечно. Да, есть. Им можно вот пройтись в душе. У меня есть, кстати. И все время, каждый день по чуть-чуть, либо пойти, я массажисты, например, это делали, сейчас остеопата продолжаю делать, потому что мне криво все зашили, вот. И он размягчает мне эти спайки, потому что они будут все тело ваше компенсировать, будут утягивать, вы даже не поймете, почему-то вот у меня рука болит, шея, голова болит, а все может быть просто из-за шива, да, из-за этих спайк. И это не только кесарев касается, это вообще все. Да, если пизиотомия, да, мы с мячиком потом на стуле еще поработаем, если у вас в промежности есть какие-то швы, там тоже нужно будет работать. Если внутри, внутри уже сами, да, там аккуратненько тоже можно. А если на матке шов тоже можно? Если внутри какие-то были разрывы, тоже там можно. А вот, кстати, шов на матке, ничего с ним не сделаешь, получается. Ну вот и здесь работаешь. А это помогает внутреннему, потому что у нас же два, получается, шрама. У нас три. Три шрама. И у нас, да, отдельный зашитый шрам. Я надеюсь, что зашивают так везде, потому что раньше могли все это единым слоем сшить все. У нас рассекается кожа, подкожная клетчатка, мышцы, прямая мышца живота, поперечные, косые и матка. Да, все это отдельно сшивается, поэтому с этими всеми слоями нам нужно будет работать, чтобы скольжение улучшалось, чтобы органы потом могли там внутри вспомнить. Прикольная штука была. Дальше мы смотрим, есть ли у нас внутри брюшное давление. О. Ставь колени согнутые. Ты будешь сгибаться локти, у нас всегда слегка направлены вперед. И ты на выдохе приподнимаешь голову и тонешь лопаток, скручиваешься, шею оставляешь длинную. И мы смотрим, есть ли у нас домик, то есть живот приподнимается вверх. Тут можно опустить. Чуть-чуть, вот то есть. Ну, в принципе, нормально. Бывает, что совсем я понимаю, о чем. Да, такой прямо домом. А бывает, если диастаз, и вот сквозь, это как бы такая колбаска, и сквозь нее прямо кожа надувается вверх отдельно. То есть не весь дом, а именно вот здесь посерединке. Это вообще уже страшно. А вообще должно быть в идеале плоско, когда поднимаешься? В идеале плоско, да. Да, даже, да. Ну, допустим, полные люди у них не видно, да, есть ли диастаз или нет. Но если при сгибании на выдохе живот немножко уходит вниз, значит внутри брюшного давления у нас нет, все в порядке. Если живот идет вверх, а он идет даже у детей балетных. Вот ко мне приходит там один светлый. У меня сейчас более-менее что-то есть, у тебя там остаточное. Да, да, чуть-чуть. Прям потому что немножечко все равно разволокления есть, да. Но у Тани все терпимо, да, то есть работать можно. Если у нас дом домиком, то мы никакие пока скручивания, поднимание головы мы не делаем вообще. Тем более, никакие ноги не поднимаем прямые, в планках не стоим. Так, мы будем ребра закрывать, да, работать. И первое, что мы будем делать, это работать с диафрагмально-тазовым ритмом. Да, что мы в первую очередь, это можно даже в роддоме начать делать. Если у вас устаны от бедра, вы можете под таз положить, допустим, мячик или подушки, но чтобы его приподнять выше, чтобы он был выше грудной клетки. Так, у тебя все нормально, руки вдоль туловища, мы будем всплывать в мост. Ноги погружаются, мы надавливаем, таз перетекает в задний наклон, то есть вы позвонок за позвонком поднимаем, помним наш курс. Грудная клетка остается в сгибании, то есть пространство между лопатками у нас погруженной, как будто сзади корзина такая, да, потому что ноги, покажи, если неправильно, выходят вверх, вот так выживаются и стоят на шейных позвонках. Там идет очень сильная компрессия, да, нам нужно вот здесь сгибание, а здесь раскрыли. И здесь мы будем просто дышать, да, вдох, у нас диафрагма опускается вниз, тазовое дно уступает, раскрывается и на выдохе оно будет как бы спружинивать, диафрагма его будет утягивать. Что будет хорошо, если мы добавим еще руки, да, вдох, и с выдохом мы будем опускать их вниз и руки будут диафрагму и тазовое дно еще больше подтягивать. И обратно возвращаем руки. Снова вдох и туда. И тут дышим по 3-5 минуточек, да, это вот на самом первом этапе, это прям такие простые. Задные ягодицы включаются. Ну вот ягодицы поджимать не надо, да. Не поджимая, но все равно они чувствуются, когда стоишь долго. Хорошо. И здесь мы еще и работаем с удлинением передней поверхности бедра, да, которая у нас сокращалась во время беременности, да, вот. Если мы хотим усилить это упражнение, но нюанс, если у вас нет симфизита, то есть расхождение лонового сочленения, да, если у нас такое есть, есть боли в лобковом симфизи, да, то мы никакие асимметричные упражнения не делаем, да, на одной ноге не переходим и не включаем приводящие мышцы, потому что сейчас мы будем включать именно их. Они у нас функционально и фасциально связаны с тазовым дном, да, при диссекции даже вот смотрели, если потянуть приводящую мышцу, ну, когда расчленяет, не смешно? Ты красная у меня сегодня. Ага. То у нас тазовое дно откликается и тоже двигается, поэтому, когда мы включаем приводящие мышцы, хочешь, не хочешь, тазовое дно будет включаться. Мы можем использовать мячик, можем использовать кольцо, если ничего нет, то можно там скрутить полотенце, ну, что-то мягкое сжимать. Давай возьмем мячик. И ты также выходишь в мост, ногами погружаемся, за бедрами вытягиваемся в длину, хорошо, грудная клетка мягкая, можно руки поднять вверх, так у вас здесь еще больше будет опоры. И на выдохе мы будем мячик стягивать, выдох, и руки будем опускать назад. Угу. И снова вдох вернула, отпустила, выдох, и стянули. И лучше, если вы будете сначала выдыхать половинку, выдохнули, и вот вторую половину вы сжимаете мячик. Угу. Выдыхаешь, и под конец как будто стянуло. Угу. Стимулируем приводящие мышцы и тазовое дно. Угу. Если устает у вас бедра, то, да, можно что-то сюда, опять же, тот же мяч. Сюда. Кольцо сюда. Угу. Да, и его стягивать, допустим. Угу. Он посильнее будет, да. И просто дышим. Вы дышать можете так уже и начать в роддоме, да. Положили на подушку таз, приподняли его и просто дышите пока без включения приводящих мышц. Угу. 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 Ну, то есть с этих упражнений можно начать прямо в роддоме, наверное, на второй день, потому что... Да. Зачем на третий. Потому что на второй, ну, сразу после, наверное, немножко будет. Хотя, если... Если естественные роды, то мы спокойно начинаем дышать. Да, даже в площадке, мне кажется, можно, потому что говорят, что нужно обязательно двигаться, ходить. А это тоже движение лежа, в принципе, и как раз ходить много нет сил иногда. Да, да. Ну, если нет риска, опять же, расхождение швов тоже, да, аккуратно, поэтому... Ну, да. То есть высоко таз не поднимаем, если что-то чуть-чуть. Вот. И еще очень популярная история тоже, что в статьях часто я вижу, что говорят, нужно делать упражнения Кегеля. И тоже вижу разных врачей, не врачей, разных специалистов, которые говорят, что нельзя это делать, наоборот. Ну, вообще какая-то странная история, можно и нужно. Вот что это такое вообще? Ну, упражнение Кегеля это не панацея, то есть это не волшебная таблетка, это один из способов, из многих способов восстановления таза в дно. Но если мы будем заниматься одними Кегелями, то мы можем получить гипертонус, да, гиперфункцию, а это у нас провоцирует воспаление. То есть тазовое дно должно уступать на вдохе, а если оно зажатое, да, то оно не уступает, и вот идет воспаление. Поэтому тут аккуратно очень много слышала случаев, что все только ухудшалось. То есть в начале, вроде там через две недели ООО видит какие-то там улучшения, а потом все гораздо сильнее ухудшается. Ну что, мы сегодня такой сделали базовый выпуск после первые дни, там первые месяцы, первые недели, точнее после родов, с чего начать. Наверное, так его и назовем. Мы обязательно сделаем еще выпуск второй, какие упражнения вводить потихоньку. Даже не буду сейчас делать опрос, нужно ли или нет. Думаю, что нужно. Ну, ставьте плюсики, пожалуйста, в комментариях, так видео будет лучше раздаваться, и больше людей увидят и сохранят свое здоровье. Потому что, слава Богу, что сейчас это все есть, что есть Аня, и что она готова поделиться с нами своими знаниями. И я вот тоже чуть-чуть уже поздно, и говорю, никак не могли мы снять с ней. Ну, как бы, слава Богу, что не катастрофически, но есть люди, которые вот только-только родили естественным или путем Кесарева. Я очень вам желаю быстрее восстановиться, занимайтесь вместе с нами. И даже можно, мне кажется, действительно, может быть, начать с тех упражнений, которые мы делали в курсе для беременных. Потому что я думала так, если беременная это было не вредно, то значит, у меня сейчас это точно будет не вредно. Потому что, когда ты беременна, там очень много всего ты и не можешь сделать, и нельзя делать. Поэтому переходите по ссылке, переходите на соцсети, подписывайтесь, занимайтесь вместе с ней. Кто оффлайн, есть такая возможность, обязательно я когда-нибудь дойду в эту группу. Оставайтесь с нами и ждите следующий выпуск про упражнения после родов. Всем пока-пока. Пока.